Прибыл на вечную стоянку. Сегодня в аэропорту Толмачево приземлился Ту-154. Последний гражданский авиалайнер этой марки в нашей стране. Как встречали его на новосибирской земле и как с машиной прощались члены экипажа, расскажет Дмитрий Белькевич. Сильный порывистый ветер, снег и плохая видимость. В таких условиях аэропорт Толмачево сегодня принимает легенду советской авиации. Самолет Ту-154, который совершает свой последний полет гражданской авиации. После чего он будет передан на хранение в музей. Экипаж воздушного судна докладывает о подходе самолета к аэропорту. И уже через несколько минут лайнер пронзает снежный заряд над взлетно-посадочной полосой. Ту-154. Впервые этот самолет появился в 1968 году. Он совершил первый полет. В 1969 его представили на международном авиасталоне в Либурже. А уже с 1972 он начал выполнять регулярные рейсы по маршрутам гражданской авиации. Этот самолет характерно отличается от современных одноклассников, к примеру, Боингов или Эйрбасов. У него три турбина. Они располагаются в задней части самолета. И, казалось бы, даже звук этих турбин существенно отличается от турбин других самолетов. Но это далеко не единственное отличие. Несмотря на то, что судно и примененные в нем технологии морально устарели, Тушка, как называют его в народе, быстрее новых авиалайнеров. Его кресельская скорость выше 900 км в час. А шасси позволяет садиться на практически любую поверхность. Поэтому самолет полюбили на севере. Полюбил его и командир Александр Лешкевич. За штурвалом детища Туполева он уже 30 лет. Легко управляется, прекрасный самолет. Единственное, с ним всегда надо быть на вы. Что это значит? Никогда не надо разгильдейство допускать и не думать, что пилот умнее и лучше его можешь это делать. То есть надо всегда относиться очень серьезно. Он не терпит такого разгильдейского отношения. Пилот признается, любит этот самолет. Поэтому в 93-м не пересел на «Боинг», а продолжил управлять российской техникой. С выходом на пенсию лайнера на заслуженный отдых решил пойти и сам командир. Будет очень обидно, если его все-таки распилят на траву. Ну, даже везде. На металлолу. Хотелось бы. Может, найдется какой-нибудь коммерсант, заберет его к себе на дачу или на кофешку. Пусть живет самолет. Хотелось бы, чтобы жил. Остальные члены экипажа, хотя и сожалеют о том, что Тушка в небо больше может не взлететь, свою карьеру в авиации завершать не собираются. Печально, конечно, расставаться с Туполем 154, потому что он, знаете, как наш большой дом, к которому уже привыкли. То есть он такой уютный. Ну, а что делать? Печально, конечно, но это не в наших силах все оставить. Теперь Ирина будет летать на самолетах-иномарках, которые есть в авиапарке компании-перевозчика. А вот бортинженеру места в Боинге, к примеру, не найдется. Там много автоматики, которая с его функциями справится. Ну, я не только на этом самолете работаю. Я еще работаю на ИУ-76. А ИУ-76 без инженера тоже не может. Это грузовой самолет. Пока буду работать на ИУ-76. Но так или иначе самолет, история которого начинается больше полувека назад, оставит положительные воспоминания не только у членов экипажа, но и у пассажиров. Вы знаете, тушка своя, родная, любимая. И очень жалко, что мы с ней прощаемся. Дмитрий Белькевич, Борис Гладких. Новости ОТС.